ПЕСНЯ 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 Господи Бог, благослови эти занятия, не дарю клониться направленно влево от истинного понимания боженства. Пребудь с нами, Господи. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Иоанна, вторая глава, тринадцатый стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Толкование. «Дети, те, кои погрешают по незрелости и неосновательности детской». Почему апостолы говорят им, «Вы удостоились прощения, когда вам довелось познать, что благ Господь ко всем и щитроты его на всех делах его». Псалом 144.9. «Отцы, те, кои с приспиянием в возрасте получили познание сущего от начала. Юноши, те, которые по своей зрелости искусно могут и готовы носить знаки победы над неприятелями». «Вот у меня вопрос от отцовства, от отрочества и детства. В данном контексте это имеется в виду духовное или возрастное?» «Мне кажется, в прошлый раз это уже читали, проходили. Первое. Второе. И то, и другое надо иметь в виду. И телесное, и духовное. И поэтому спрашивается, сегодня у нас какой отрок? Ну вот у нас ребятишки есть, которые уже юноши, говорим, отрок. А тогда отрок считался до 30 лет. Вот это отроки. Поэтому надо понимать, что такой рубль был, на который можно было корову купить, у нас рубль, на который не купишь даже куска хлеба. Так что тут делается поправка уже. По нашим временам, это те, которые слышали Слово Божие, по крайней мере, с 7 лет хотя бы. Вот и все. Четырнадцатый стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого». Толкование. «Эти самые имена от возраста апостол выше приноровил к нравственному учению, а теперь повторяет от расположения, не прерывая своего наставления». Ну что, продолжаем. Дальше он обращается. «Не любите мира, не того, что в мире». Пятнадцатый стих. «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Толкование. «Применив учение к возрастам духовным, апостол присовокупляет увещание. Не любите мира. Это говорит как бы детям, ибо дети всегда трепещут от радости пред тем, что кажется приятным. «Чтобы ты не разумел под миром совокупность неба и земли», апостол объясняет, что такое мир и находящиеся в мире. И, во-первых, под миром разумеет порочных людей, которые не имеют в себе любви отчей. Во-вторых, под находящимся в мире разумеет то, что совершается по похоти плотской, что, действуя через чувства, возбуждает похоть. Ибо под очами, главным орудием их чувств, он подразумевал и остальные чувства. Под похотью же, разумеется, всякое зло. Прелюбодеяние, пьянство, неприличные любезности, убийство. Совершаются ли они из корыстолюбия или для уничтожения соперников. Коварство, под которым нужно разуметь и всякое противодействие. Вообще, все враждебное Богу, а нами совершаемое через похоть плоскую. Так, вот у меня вопрос в том, нет любви отчей. То есть отчей в родительном падеже здесь, несомненно, нет любви отца, как бы так правильно, то есть отец их не любит или они отца не любят? Или как правильно понимать? Ну, отец, объясните. Та любовь, которая от отца идет небесного, не говорится, не концентрируется на один конец, где человек и где Бог, а та любовь самосущественная, божественная, изначальная, которая принадлежит ему любовь отчая, доброта отчая, то есть принадлежащая отцу. И поэтому человеческая любовь-то, она еще... Дательном падеже, да? Да тут дело такое, что у нас понятие другое. Один выиграл большой выигрыш, верующий, спрашивает, ну и как вы думаете истратить? Он говорит, поверьте, без любви я не потрачу. А у него жена любовь. Так что, кто любит мир, там нет любви отчая. А Яков прямо 4-4 говорит, кто любит мир. Что с ним? Прелюбодеи и прелюбодеицы. Дружба с миром есть вражда против Бога. Если бы сейчас священники стали по этим двум стихам исповедовать людей, то до причастия почти некого допускать было бы. А они сами в миру живут, по-мирски поступают. Любят деньги, все это продается в церкви. А это включи, это мир делает это. А верующие-то как? Уверовали, положили, говорит, имение. Даже на это шли. Поэтому это высота недостижимая сегодня. Почему? Так попустились. Когда спрашивают нас, а если так делать, никого не останется по каналам. Я говорю, конечно, мало будет. Один лучший исполняющий в Западе, чем 10 тысяч нарушающих. Так говорит Премудрый Сера. Все. Спасибо Христову за вознесение. То есть любовь от Отца исходит. Да, та, которая небесная, божественная, отеческая. То есть плотской любовь может и любое любить. Мать любит сына и всячески может защищать его, даже если он так и творит. То есть такая животная любовь. Понятно, мирская. Мне тоже делают и язычники. То есть такое. Ну вот. Так, ну идем дальше. Или у кого-то может быть по ходу вопросы возникают. То есть не стесняйтесь, останавливайте и задавайте. Каждый раз не буду спрашивать. Можно с места прям. Итак, 16-17 стихи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Мы сказали уже, что миром апостол называет порочных людей. Как и Господь говорил ученикам. Вы не от мира, как и я не от мира. Читаем Евангелие от Иоанна, в 15-17 главе, в 19-16 стихи. Отец же сего мира, то есть мирского сладострастия и нестроения, дьявол. Поэтому и Господь говорит об учениках своих Отцу. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Читаем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стихи. То есть мира, о котором и в другом месте, в первом послании Иоанна, в 5 главе, 19 стихи, говорит апостол, что он возле лежит. Иначе, если злой противоположен благому Отцу, служащий похотем мира, не от Отца, но от мира, очевидно, что кто не от Отца, но от мира, тот от дьявола. Так и в Евангелии говорится иудеям. Ваш отец дьявол. Евангелие от Иоанна, 8-44. То есть у вас наклонности плотские, которые сеет и возвращает дьявол. И эти мирские похотения непродолжительные и непостоянные. А что совершается по воле Божьей, то продолжительно и вечно. Но благоразумным не свойственно обегать постоянно и хвататься за мгновенное. Ибо поступать так, значит то же, что строить дом на песке. Желающие спросить что-то или дополнить. Идем дальше. 18-й стих. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Толкование. Легче объяснить так. Поскольку соборное послание направлено ко всякому человеку, а предел жизни не для всех один, собственная же кончина никому неизвестна, то апостол прилично напоминает каждому о его кончине, чтобы каждый чувствовал, что наступает последнее время его жизни. И непрестанно был трезвен, и чтобы таким образом все христиане, когда проводили жизнь непорочную, чтобы таким образом все христиане всегда проводили жизнь непорочную и совершали дела чистые. Иное объяснение, смеяться над которым было бы неуместно и безумно, всякая вещь может быть разделена на три части. Сначала, середину и конец. Без сомнения, нет ничего несообразного назвать концом все то, что следует дали середине. Посему, если Господь пришел в середине десяти тысячелетий, ибо его пришествие на землю было почти в тысячи, ой, почти в пять тысяч в пятисотом году, то все следующее за си время без всякого спора может быть названо последним. И как порядок тысячелетий пришествия Господня переступил за середину, то все последующие за си время прилично может быть названо последним. Истинность такого объяснения принимает и Иоанн Златоуст. То есть уже тогда, в те времена, появилось много антихристов. Антихристы. И много вот сейчас говорится об антихристе, и о последних временах, и о печати антихриста, мы слышим в интернете, и об НННах, и о паспортах, и все-все-все люди вокруг эту тему муссируют. Но мы читаем, что вот первое послание Иоанна, когда было написано, уже в те времена были антихристы. Не антихрист, который придет перед кончиной мира за три с половиной года до пришествия Христа, а антихристы. Анти, значит, против, ну, против Христа. Вот. И откуда эти люди? Дальше вот мы будем сейчас читать. Или, может, кто-то задаст вопрос еще перед тем, как дальше идти. Есть вопросы, комментарии, мысли? Когда девятнадцатый стих, слушаем. Они, то есть эти антихристы, вышли от нас, но не были наши. Двоеточие. Ибо если бы они были наши, то оставались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Толкование. Он как бы сам себя спросил, откуда эти антихристы? И ответил, они от нас. Так следовало бы сделать, но он поступил не так, быть может, для того, чтобы с литностью речи показать неприятность возбуждаемую ими. Для чего же антихристы из учеников Господних? Для того, чтобы иметь доверие от обольщаемых. Чтобы обольщаемые думали, что они, обольщители, как из числа учеников проповедуют учения по мыслям учителя, а не совершенно противные его проповеди. Посему, говорит, вышли от нас, то есть, хотя были учениками, но отстали от истины и выдумали собственные хулы. Не были наши, то есть, из части спасаемых, ибо в противном случае они остались бы в союзе со своими. Теперь же они вышли от нас, чтобы сделалось явным, что они совершенно стали чужды нам. Есть между ними и такие, которые и не от нас, но к которым присоединилась вышедшая от нас. Ради них-то апостол и сказал, не все от нас. Вот это вот не все от нас я вот перечитывал и не нашел я, где это сказано, что не все от нас. Написано в 19 стих вышли от нас, но не были наши. А то, что вот тут толкователь говорит, что примкнули те к тем, кто вышли от нас, не нашел я. Итак, комментарий. Игнать Тихонович Алабкина на выделенные слова блаженного филакта обольщаемые думали, что они, как из числа учеников, проповедуют учения по мыслям учителя. Итак, небольшой комментарий. Сколько сегодня проповедей говорится и пишется в эпархиальных и мирских изданиях? Но исключительно мало пишется в согласии со словом Божьим. И тогда приходится спросить автора, откуда вы это берете? Почти всегда в ответ агрессивный скрик. Ты за собой смотри, иди к своим баптистам, а нам не указывай. Такой ответ есть лучшее доказательство, что сам автор написанного и написанное им не знающим Библии и сказанное не от Бога. Ну а раз не от Бога, то против Бога. Анти против антихристы. Антихристы вышли от нас не маскируются, что вот они под знаменем Христа. Сегодня ролики смотрел православие в законе. И вот там с хорогами, с Христами идут в крестный ход слава Христу кричат и называют себя православными фашистами. Я как-то это так передернул маленько так. Ну не досмотрел внимательно все это. Я говорю фашист для тех, кто гнал людей, которые против советской власти шли. Советская власть конечно зло. Вот и многие вставали на сторону Гитлера против советской власти. Что Гитлер называет себя сегодня православными фашистами. И руку держат как Зиг Хай кричат Хай Гитлер. Также они кричат славу Христу вместо крестного знамени. Кто они? Вышли они от нас? Не вышли? Антихристы они? не вышли? Все сверять надо с Библией. Ну и там конечно совершенно не церковные люди начинают это все разбирать, муссировать поведение. Полиция их охраняет митинги. Они готовы всех инакомыслящих прям просто сметать. Тоже НТ вот там этого приквели тоже. Вот. Поэтому нам нужно быть осторожными с этими антихристами и все сверять со Словом Божьим. Именно в толковании святых отцов. А то некоторые это вроде цитаты библейские приводят и все вроде сладко однако смотришь совершенно не туда повел человек. Сектанты те конкретно сказали мы вышли в более честная позиция. Люди которые в церкви находятся и проповедуют совершенно антиевангельские антихристовые вот эти вот вещи тут без знаний Библии без вот наших занятий разобраться такому человеку бывает нелегко где ложь где истина. Примеров масла масла на тихонеч что там добавить может быть что а добавить есть что вот если я задам вопрос некоторым посмотрите что у вас на столе лежит и вокруг глаза наведите а теперь вопрос какая вещь которая вам уже привыкли на там простынь подушка ложка вилка какая вещь больше всего вас обманывает обманывает вот пророк Агей говорит приходят к копне и думают что там намолотят они полцентра или центр а начинают молотить а там пятая часть только это вот один вопрос надо научиться мыслить просто просматривать внутрь вот мы смотрим видим женщина идет то другое а на самом деле мы видим не женщину а почему апостол Павел говорит когда и Петр говорит когда ставлю храминус это дом мы судим по домику по хижине по квартире а внутренний то человек это не он он говорит когда я оставлю то есть он его невидимый он но он оставит то что видимое вот сейчас и вот когда мы видим женщину рост ее поведение поведение вот как раз говорит о внутреннем человеке есть такая книга не знаю кто считал нет если нет то постарайтесь найти она есть в интернете называется скорбь сатаны или печаль сатаны это писала Мария Карелли перевод княгини Кропоткина а сегодня Брэм Стокеру приписывают это неправильно Мария Карелли вот и она там описывает как раз вот это внутреннее состояние она стоит самой лучшей красавице Лондона и смотрит на себя желая обольстить главного мужчину а мужчина это как раз дьявол в образе человека и он ей рассказывает ты видишь не себя она то думает вот она какая красавица он говорит ты вся смердишь червями а тебя зловоние за версту идет у нее ничего кроме блуда на уме нету красавицы как изменить мужу так вот если мы научимся мы понимать это то мы по другому посмотрим на свой внутренний мир почему говорит Соломон экклесиаст экклесиаст это проповедник по нашему сказать по русски вот и он говорит тело идет прах в землю а дух к Богу который дал его мы то заботимся о чем похороны какие устраиваем ну так принято уже а на самом то деле это никакого значения не имеет это избушка которую она покинула матренин двор о чем писал Валентин Григорьевич Распутин то вот избушка то осталась развалина а внутреннего человека о нем и надо позаботиться почему мы молимся за умерших и прочее и научиться ценить внутреннюю красоту человека и тогда когда человек на уровне высоком духовном он поймет это антихрист который начинает говорить не так вышли от нас то есть мы думали они нормальные наши люди они вышли вот теперь обнаружилось они и не наши были чувствовали что-то не то говорят не туда тянут вот о чем речь идет когда мы поймем кто перед нами душа то ни женского ни мужского рода то мы даже не знаем как она выглядит мы ее не видели а судим то по избушке и я знаю это все а смотрю а тот с бородой а та в платочке я то сужу все равно по избушке но когда это знаешь ты начинаешь глаза закрывать чтобы не видеть этот обман зеркало нам лжет глаза нам лгут но умом на молитве мы проникаем и видим что это за человек какой он удивительный или наоборот отрицательное качество вот в этих стихах все заложено и когда мы это понимаем антихриста тогда мы увидим а как узнать у него не будет третьего глаза во лбу это человек его узнают только живущие благочести они это мерка меры и другие да какой же это верующий один говорит вернулся из плена я считал ну в плен в первую германскую а там протестанты они им стали говорить они евангелия русские не имели и они там пока в плену были обратились и вернулись вот пошло тут баптизм сектант штундийцы там ростоковцы пашковцы вот отсюда пошло он пришел в деревню один церковь хоть многие не знают и он слышать стал говорят верующий мельник и он пошел думает я познакомлюсь может действительно это евангелие считает подходит у него гуси он говорит якорь тебе макар тут откуда вы пришли опять шик оттуда и он говорит и не стал разговаривать развернулся и пошел верующий не будет он не ругается якорь тебе макар какой якорь какой макар я понял что это не евангельский христианин он увидел с бородой русскому обычаю ну хороший мужик то и о нем много добрых дел взял в дом он пшеницу молол на муку бесплатно но я говорит даже разговаривать не стал я понял не по силам мне это мирской человек следите за своей речью речь должна быть евангельская тебя любой это заметит любой и потом сразу в первом разговоре отошел спасибо спасибо христос 20-25 стихи впрочем вы имеете помазание от святого и знаете все я написал вам не потому чтобы вы не знали истины но потому что вы знаете ее равно как и то что всякая ложь не от истины кто лжец если не тот кто отвергает что Иисус есть Христос это антихрист отвергающий отца и сына всякий отвергающий сына не имеете отца а исповедующий сына имеете отца итак что вы слышали от начала то и да пребывает в вас если пребудет в вас то что вы слышали от начала то и вы пребудете в сыне и в отце обетование же которое он обещал нам есть жизнь вечная толкование чтобы после того как апостол высказал предшествующее кто нибудь не подумал что он усвояет знания этого только себе одному и потому хвалится им пред прочими верующими он прилично прибавляет и вы имеете помазание он как бы так говорит но что я рассуждаю об этом с вами как будто вы не знаете всего нет вы сами знаете это ибо при святом крещении вы приняли священное помазание и через оное святого духа если же так то знайте что я написал вам об этом не как не знающим но как знающим чтобы теперь последнее время что сильно действуют антихристы что все полны лжи так как умножилась ложь то и сказал я что появилось много антихристов ибо если Христос есть истина Иоанна 14 6 и вы познавшие его имеете истину в себе то очевидно лжец противящийся истине то есть Христу есть антихрист а кто лжец тот кто говорит что Иисус не Христос так прескверный Симон пустословил что иной Иисус и иной Христос Иисус родившийся от Девы Марии а Христос не шедший с неба на Иордан итак кто соглашается с этой ложью тот антихрист лжец же и антихрист и тот кто отвергает отца и сына ибо иные иеретики из которых выразился проклятый Валентин говорил что иной отец безымянный а иной называемый отцом Христа сии же самое отвергают и сына когда говорят что он простой человек а не бог по естеству бог от бога поэтому апостол присовыкупляет всякий отвергающий сына не имеет и отца иудеи например отвергают сына и присвояют себе знания отца но пусть они знают что они и отца еще не познали ибо если бы узнали его то узнали бы и сына потому что он есть отец и сына единородного тоже пустословили и единомышленники Симона таковы мнения еретиков но вы храните у себя то что слышали от начала именно что Христос есть Бог ибо это значит слова вас да пребывает если пребудет в вас то что вы слышали от начала то и вы пребудете в стыне и в отце то есть будете в общении с ним ибо обетование его таково как ты отче во мне и я в тебе так и они да пребудут в нас едино и еще да имеют жизнь вечную я же есть жизнь вечная да знают тебя единородного истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа Ивангелия Таана 17 3 пожалуйста вопросы если есть то есть в данном констекте под антихристами развиваются те которые разделяли Иисуса и Христа были такие что Иисус это не тот Христос есть есть иеретики которые отвергали сына вот сегодня мусульмане они в Бога верят но у Бога нет сына разве Бог может иметь сына то есть Исаия Иисус у них это пророк не сын Божий ну а дальше уже идут мовороты что он не умирал на кресте как же отец может допустить чтобы сын погиб так вы же не верите что он сын а тут же говорите что как отец может допустить что сын погиб то есть идет противоречие за противоречием заблуждение так ну что идем дальше 26 27 стих 2 глава 1 Иоанна это я написал вам об обольщающих вас впрочем помазание которое вы получили от него в вас пребывает и вы не имеете нужды чтобы кто учил вас но как самое сие помазание учит вас всему и оно истинно и не ложно то чему оно научило вас то пребывайте толкование окончив речь веденную выше апостол прибавляет от тех которые обольщают их появившимися во множестве ересин потом чтобы отдалить от них грусть снова повторяет и помазание которое вы получили от него под помазанием как уже сказано разумеется дух святой итак если вы твердо храните у себя духа святого которого вы приняли то не имейте нужды чтобы кто учил вас но как этот самый дух научает вас всему то в том и пребывайте чему он научил вас ибо то чему он научил вас истинно и не ложно порядок такой как полученное вами от него помазание пребывает в вас то нет нужды чтобы кто учил вас но вам должно пребывать в том чему оно научило вас вот это читаю до смешного доходит юритик мне приводит это место что вот мы пользуемся трудами святых отцов он говорит а вот мы духа святого получили зачем нам святые отцы нет теперь нужды чтобы кто учил вас дух святой нас всему научит совершенно неправильно понимаем здесь речь не о том как как раз раньше которые учения они получили помазание а лжеучителя появились позже и вот он говорит вы не верьте какая нужда вам их слушать вы уже получили истину что вы обольщаетесь сложными учениями что вас научили что Иисус есть Христос зачем вам слушать лжеучителей которые говорят что Иисус отдельно Христос отдельно ну а юритик который спустя 18 столетия образовалась эта секция приводит на это место писания и говорит что сейчас учителя церкви не нужны так учителя церкви как раз и занимаются утверждением истины которую они получили от начала добавить может желаю пожалуйста Игнать Тихонович вам слово почему мне это слово я уже говорил пусть другие выходят говорят там Анатолий там Третьяков видно дело того чем те которые говорят тут у вас есть какая-то обрядность у них точно обрядность есть посмотри как валятся сектанты закрывают глаза руки берут вместе лодочкой складывают это тоже обрядность только в другом положении и когда говорят зачем вам толкование если они сказали на полном основании все слазь с кафедры больше чтобы ни один не залазил любая бабка пускай евангелие читают дома сидит вы же пришли не евангелие читать а слушать что вам растолкует свои эговисты свои баптисты свои ну бесноватые там харизматые кто они говорят что не надо толкования не надо ваших толкователей от святых отцов не надо а без толкования вообще нигде нету любой он написан а теперь будет 5 лет учиться в юридическом институте чтобы правильно научиться пользоваться законом и знать все комментарии а так то бери и суди нет не так и во всем мире так есть поэтому на эти слова не надо обращать внимания мне иногда договорили даже баптисты так по вашему что толкование выше писания я говорю а толкование на что слово толкование означает что-то есть что надо растолковывать ну да ну а как можно отдельно толкованием взять если писания нет вы бы сказали что лучше иметь евангелие или евангелие вместе с толкованием но ведь вы так не говорите вы же обманываете людей само по себе толкование не может быть а что толковать если ничего нету толковать что я такое или кто я дальше немного коснулся видеть себя в зеркало тут надо все переводить на духовное а в духовном плане духовное зеркало святая библия человек посмотрел в зеркало отошел и забыл но мы частенько взор в зеркало смотримся или нет а теперь вопрос поставить выше а узнавать себя самого через святое писание часто ли я сажусь открываю библию не просто ну надо прочитать прочитал но читать и смотреть вникай в себя и в учение в себя и в библию то есть сравнивай и ты унишь и свое изображение и поступай так только так ну первое Тимофеев 4.16 спасешь себя и слушающих тебя все остальное это отсюда проистекает твое мышление научение наклонность расположение умение владеть собой все это идет только отсюда сверяешь ли ты свое положение с тем что Господь показывает нам человека своего он показывает кем ты должен быть Евангелие это вот только показывает и образец где Христос подражайте мне потому что нам далеко до Христа как я Христу то есть правило это небольшая прокладочка всего только но Христа-то мы не видим а Павла видим кто с ним был а потом Павел говорит и смотрите на тех которые поступают по нашему образу поступают и вы берите пример с них и учите я слышал рассказ такой кто-то проповедовал о Христе как он живет как проповедует и один в Японии он сразу соскочил японец а я его знаю он у нас в соседнем дворе живет Иисус-то а почему как ты узнал а вот как вы говорите он все так и делает приходится сказать что действительно так а о нас когда люди будут говорить припомнят ли они самое главное наше качество качество любви переходить из веры в веру из веры в веру это значит менять свой образ сегодня я подражал одной стороне завтра другой если постепенно избывали бы грехов почти оборвали себя как златоусы мы бы из поста вышли другими маленькое замещение какое в разнос сразу идет ну прям мгновенно хоть жена хоть кто прям начинает бузить тебе по штату не положено это делать ну я говорю почему ты не могу у меня характер такой уверен я видел когда в коридоре говорят выйти из камеры всем а выходят амбалы называются такими мордами все изрисованные сколотые там одним ударом зашибет и она девчонка с четверым сесть на карачки и говорит такие слова что он должен делать и раздвинуть чтобы посмотрела нет ли там бритвы спрятанной почему потому что по краям стоят с автоматами или что ты когда попадешь туда ты поймешь плохо что я не смирялся перед Богом перед Богом вот просчитал не так вот оказывается как ну я не знал обернулся и выбросил что у тебя то есть качество души которой не должно быть обида кто не обижается обида совершенно не христианская это мирское не любите мир и не того что в мире бейся за свое человеческое достоинство а нам говорят наоборот отвергнись его растопщи его выбрось его вот что значит быть христианином и тогда живущие благочестивые узнают антихриста о котором Иоанн нам говорил они его не узнают ты видишь нет антихриста в том который рядом так а что может быть и в царе в президенте в патриархе то то и оно вот ты должен это увидеть не обязательно это говорить афишировать чтобы опасаться как бы не подражать дурному образу отошел ну у меня такое замечание вот борцы за права человека вот по сути же они получаются антихристы христос учит отвергни себя отвергни свои права но есть еще права которые совпадают с божественной волей а бывает что не совпадают то есть и здесь тоже нужно смотреть да Игнат Петрович Сережа продвигайся вперед где касается рассуждения о божестве я никогда не встреваю мы даже не кеосареградский образ символ держать в себе и ни шагу в сторону только тогда можно себя сохранить в истинной православной вере а остальное мы уже рассудили вперед 28 стих итак дети пребывайте в нем большой буквы чтобы когда он явится иметь нам дерзновение и не постыдиться перед ним в пришествии его если вы знаете что он праведник знайте и то что всякий делающий правду рожден от него 1 послание Иоанна 3 глава 1 стих смотрите какую любовь дал нам отец чтобы нам называться и быть детьми божьими мир мир потому не знает нас что не познал его толкование сказав о появлении антихристов и о том что все учения их развращено и достаточно убедив верующих непреложно содержать то учение в котором они оглашены апостол упоминает потом о назначенной за это награде светлостью награды как бы еще более укрепить их и говорит пребывайте в нем для чего для того чтобы когда он явится иметь нам дерзновение о нем ибо что может быть славнее и желательнее дерзновение то есть того чтобы когда мы будем открывать труды наши в настоящей жизни могли это делать с дерзновением не скользко не стыдясь пришествия его а как иные могли спросить что же делать чтобы сделаться благоугодным ему то апостол и этому научает говоря если вы познали что он праведен то без сомнения знаете и то что делающий правду рожден от него ибо праведный рождает праведных а сколь великую честь и дерзновение доставляет это всякий из вас знает равно как и то какова любовь и благость которую подает вам ибо вы знаете что он дал вам право быть и почитаться детьми его если же принадлежащие миру не знают всего то есть того что вы дети божьи всему не удивляйтесь ибо они не знают вас потому что не познали и того кто усыновил вас миром называют людей порочных потом поскольку доказал сыновство яснее говорит о предлежащей славе и разновении усыновленных возлюбленные мы теперь дети божьи мир это люди порочные нечистые привязаны к одной только страстной жизни как свиньяк грязи вопрос вот человек называет себя сыном божьим как на это реагировать правильно он делает или нет нужно ли этого стыдиться или грешные супер грешные что нам растолкуйте пожалуйста или нам христианам православным прям нужно говорить миру мы дети божьи и они этого не поймут и поэтому надо молчать не говорить Сергей брат могу ответить есть вторая глава премудрости Соломона и там сказано неправоумствующие говорили себе так и там одно из качеств они верующих называют тщеславно себя сыном божиим ну то есть там прямо так и написано то есть сыном божиим называть тщеславным ну с маленькой буквы конечно то есть если человек правильно я понял называет себя сыном божьим он делает правильно христианин а тот который его начинает подкалывать он неправоумствующий то есть он говорит а ты тщеславишься ты такой же ты сын божий все мы грешные все мы супер грешные поэтому давай вот будем все как свиньи в грязи вот так вот не надо выделяться а то и что-то овечка чистая нашлась правильно я тебя понял да да так ну тогда что дальше идем второй третий стих 1 иоанна 3 глава возлюбленные мы теперь дети божьи но еще не открылось что будем знаем только что когда откроется будем подобны ему потому что увидим его как он есть и всякие имеющие сию надежду на него очищает себя так как он чист толкование апостол как бы так говорит из предыдущего вы без сомнения узнали что мы приняты богом как дети хотя это еще не открылось однако не смущайтесь ибо неизвестное ныне сделается явным когда он откроется и мы оказавшись подобными ему наглядно представим свое усыновление ибо дети конечно подобны отцу имея же дерзновение пред ним как дети мы увидим его как он есть впрочем не по естеству ибо это невозможно для сотворенного существа а так что чистые увидят с большой буквы чистого праведные большой буквы праведные ибо подобные пристанут к подобному посему-то перед этим и сказал я только что мы будем подобны ему а не одинаковой природы с ним ибо тогда я сказал бы не подобны а так же точно а как этого не будет то я и сказал подобны то есть по качеству славы заметить так же нужно что апостол не сказал выше всякий кто сделал или сделает правду но делающий ибо добродетели деятельны и имеют бытие только во время совершения а когда прекратятся или остаются только в намерении то не имеют и бытия ну понятно то есть добро нужно делать всегда а если ты делал когда-то и прекратил и кичишься этим что вот я когда-то там где-то доброе что-то сделал и поэтому толкователь нам говорит что это не имеет и бытия или только в намерении а я прекратил делать зло теперь я намереваюсь делать добро год намеревается делать добро два три все намеревается намеревается написано вера без дел мертва без каких дел без добрых естественно дел кто хочет высказаться пожалуйста мне одна женщина так и сказала я Сергей а ну ладно я у меня так одна женщина и сказала что я столько добрых дел сделал что все сейчас могу и не делать уже их мне я уже в рай точно попаду что сказать это другая шкала здесь он по-другому говорит это можно вспомнить притчу 10 Тихонович можно я прошу вас сейчас подожди сейчас через 5 минут вопросы будут тогда Наталья 5 минут подожди Володя давай притча о 10 девах масла у них не оказалось да да то есть мы не знаем что такое масло это как раз добрые дела христа они просто от того что мы любите мы должны любить Бога поэтому мы делаем добрые дела язычники тоже делают добрые дела я православным своим братьям сестрам пытаясь объяснить что надо добрые дела делать во имя Господа а не на второй план Господа подвигать а они говорят что мы просто делаем добрые дела для того чтобы их надо делать добрые дела и как мне им здесь объяснить что надо здесь поменять суть вашего вопроса чтобы они понимали надо смотреть как говорит нам священное что говорит священное писание добрые дела сделанные с любовью в духе святом вот эту фразу надо запомнить а остальные дела не принимаются Богом потому что ты пытаешься сделать оно обязательно будет другим боком выходить какая-то причина делает мальчишки а у него а он сын губернатора и свои дела пробивает через него или жене там помог или как-то во имя Иисуса Христа по заповеди с любовью в духе святом только тогда имеет смысл а то говорят вот вез один там хлеб а нищий там пристал к нему дай дай и он размахнулся да подавись ты взял у него кинуть то нет ничего только кирпичем хлеба завернул ему а тот поймал его так вот это ему когда умер так погодилось на суде божьем на мытарствах этот кирпич его спас этого грузчика вот так ну ну бросил прямо в морду и говорил чтоб ты собака подавился орешь что тут стоишь и бросил ну такие сказки православные это как раз они против нас кто духа христова не имеет тот не его означает просящим даст духа святого просящим что-то а господь дает ему духа святого если ты по слову божию тут очень глубокий смысл его не объясняют ни в церкви нигде а вот шел около церкви пяточок дал да сказал разделите на двоих бог хочет видеть в нас свое отображение чтобы в нас были те же существования а это очень даже непросто сначала узнай кто он он никакой прощелыга работать не хочет у него любимое хобби ничего не делать и выпивать каждый день так подавать ему или нет а ты давай не думай неправда это в добродетели покажите рассудительность апостол петр говорит и речь идет не просто делах делать ивана калитой это прозвали почему калита это мешок с деньгами он очень любил денег было много он с мешком идет в народ бросает а люди по земле ползают в грязи там собирают это деньги а зачем это вот сейчас правильно делал социальное обеспечение никто по грязи не ползает положено пенсия как работал если без обмана конечно неверующие государства сумели это сделать а тогда этого не было ни пенсии никому не было ничего а как жить а вот что накопил на черный день а самый черный то день будет когда мы умирать будем и любой вопрос надо рассматривать во свете священного писания любой иначе он будет в ложном свете подан вот смотришь вот я заглядываю там на другие там шарик такой он там по русски Украина Русь ну такую глупость говорит посещаемость до полмиллиона это даже высказать нельзя вот спасает волка волк провалился в прор его вытаскивают они там обматывают вращек волку 3 миллиона посещаемости но кто что взял оттуда ничего не взяли а там взять нечего а где божественно божественно послушали ушли вот хлеба дай будете искать и Господь говорит вы пришли на тот берег не потому что слышали а что насытились чтобы опять кормил и увидели как он кормит бесплатно вот его царем бы сделать то кормил бы и кормил вот когда они его хотели провозносить то царем вот это знаешь отвергай и на это никогда не клюй смотри самое ценное в православии это не доброта а это истина которую Бог дал истина другой истины нет как Господь в неповрежденном образе который показали святые отцы эти рассуждения это не простенькие такие но за ними кроется вся сущность нашей жизни истина вот сейчас поставили фильм для серии называется Блаженный Августин ну и а его то там как выдвинул он же жил-то ненормально совсем с манихеями там а его Амвроси Медиаландский вытащил там как раз борьба была с язычниками и прочее то он его тащил а он мог оправдать такой был говорун любое преступление мог оправдать оно будет как и люди голосуют больше ничего нету ему напомнили когда ты же оправдал убийц блудников изменников ты знаешь он говорит знаю Блаженный Августин потом он в своей исповеди все напишет так это ладно он написал а мы то пишем делами и на бумаге-то ничего не изобразим сколько раз лукавили лукавили при том не думая лукавить по привычке своей давали какие-то суждения не знал молчал бы но когда на суд-то предстанет мы царство языка будет там пройдем мы или нет а что я пойду на исповедь да вот исповедь нам и помогает без исповеди ты к причастию не подойдешь а без причастия жизни никакой нету ты мертвец мертвецом вот тебе уже программа настоящего миссионера как работать среди сектантов показать ценность учения Христа без повреждения которое находится в православии вот так еще вопросы пожалуйста ну давай Наташа давай да спасибо большое вот так как у вас уже какой-то образовался стаж наверное работы с баптистами они говорят что чужая праведность изменилась нам в праведность ну чужую праведность они называют Христову и конечно это как-то грубо даже звучит вот и бывали у вас случаи когда они вам это говорили и как вы отвечали им на это вот что вот мне тоже интересно почему они так говорят и оправдывается ли это ну как нет это так написано вот только у меня на занятиях в университете приходили иногда и говорили вот как доказать им баптистам то что они правы я говорю вы уже доказали жизнью что что они правы нам доказать еще не надо вот моя сестра баптистка ягод православная ну она у меня квартиры то нет она мне на квартиру пустила она сказала чтобы идолов своих не ставила здесь она говорит да какие же идолы это же священное изображение ну как на чтобы не ставила ко мне братья придут и будут видеть так понимаешь у нас с сестрой какое разногласие сейчас она договорились я говорю ты дала обещание дала зачем ты их вытаскиваешь иконы священное изображение держи где у тебя там есть в шкафу там или где-то ну так я православный тогда будет на улице она по таким условиям тебя не пускала на квартиру не права то ты ее драконишь ну как же ты можешь не понимать и ты дала слово ей и она тебя пустила на квартиру денег не берет ты в тепле живешь ну положи ты иконы ну действительно нельзя быть таким что данное слово сама же нарушаешь а как им доказать доказать не надо мы своей жизнью показываем что баптисты во многих вопросах правее нас вот и все а о чем там речь то о обменении праведности ну хорошо давай на 3 римлянам 4.11 Наталья послушай еще написано я просчитаю хотя бы 2-3 места 1 Коринфянам 1.30 от него и вы во Христе Иисусе который сделался для нас премудростью от Бога праведностью он сделался для нас праведностью и освящением и искуплением но это не означает что мы его праведностью спасаемся и теперь от нас ничего не требуется от нас как раз теперь и требуется вписаться в этот образ праведности он выкупил нас вот мы сидели в тюрьме образно сказать каждый должен был миллиард рублей но я не заплачу их нет нигде но он выкупил меня под одним условием чтобы ты слушался что я буду говорить но у меня выхода то нету и умирает в тюрьме меня там заедают убивают я говорю согласен вышел но он говорит мне теперь Господь дальше ты должен просить меня всегда чтобы я тебе дал любви больше ты действительно человек слабое немощное существо а где это написано он говорит я вам оставил писание филипийцам 3.9 и найти с ним не со своей праведностью которая от закона но с тою которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере поэтому баптисты вам говорили абсолютно правильно праведность этого Христа православные не знают они знают что в щаше батюшка даст при счастье они тогда будут праведны ну если да некоторые даже этого не понимают а как им доказать никак послание Криммам 4.13 Павел пишет ибо не законом даровано Аврааму или семенево обетование быть наследником мира но но праведностью веры тем более нашей он наш заместитель я должен быть на кресте я должен умереть и он взял мой грех и умер за меня но дальше я себе не принадлежу я ему дал обещание доброй совести в крещении и теперь как я могу сам поступать баптисты дальше не рассуждают нисколько праведность я теперь рот корытом не поставь ни креста живу делаю как хочу это внешняя праведность а я не пью не пью не курю я говорю так в космос надо лететь ты космонавт хороший я не пью не курю да какая же это праведность ты праведность не вне я не пью я не матерюсь я не курю я не блужу это не праведность праведность идет тогда когда Господь этого не дал у него этих грехов не было мы должны делать то, что он делал. Любовь достигает того совершенства, что человек жертвует собой полностью. Вот теперь по этим ступеням и шагай. Шагай. Получится или нет? А у тебя будут такие люди. Ну, это есть сила Степальщиков у Достоевского Федора Михайловича. Я хочу Христа любить, а мне какого-то Фому подсовывают. Ну, я бы любил кого-то. А мне какую-то Володьку, Никиту подсовывают. Мне Христа покажите, я его любить буду. Да что я буду Никиту-то любить, да Володьку-то? Ну, вот эти рассуждения-то какие у нас. А тебе придется, говоришь, любишь меня, люби мою собаку. Собаку люби? Тут нет, я сам уйду, чтобы их собак не видеть. Поверь, за этим столько всего кроется за этим словом. Они правильно. Он нас купил с праведностью, теперь мы себе не принадлежим. Вот на этом сказ, Наташа. Все. Пожалуйста, еще вопросы задавайте. Валерий. Пожалуйста. Спросить вот такой вопрос. Недавно разговаривал тут с православными братьями. Они заговорили об евреях, что так Господь поверил, и не нам судить об этом. Они говорят, что это было в Ветхом Завете. А сейчас богоизборный народ православные. Я попытался спросить, как это выражается. Ну, они сказали, что вот так мы много претерпели, что ну и там пошло дальше, что евреи себя ведут не совсем красиво, что и потеряли. Ну, и дальше, как бы, уже переметнулось все на, скажем, католицизм, стали рассуждать. Ну, и к общему знаменателю не смогли идти, потому что вера такая, что мы богоизбранный народ теперь, и мы идем правильной дорогой. Товарищ Ленин правильно сказал. Да. Но я когда попытался сказать, почему без бород ходите, мне, знаете, что сказали, говорит, а я, как он сказал, я, говорит, из этих, из язычников. А язычникам послабление, говорит, было дадено апостолам Павла. Я говорю, где это вы прочитали такое, я говорю, что образ Христа и апостол вам уже не образ, и не предмет поколонения. Я говорю, так вас не надо в храм пускать, а вы еще на клиросе поете. Молодец. Ну, самое-то было, что я, конечно, как бы, ну, не то, что поделился, а немножко, оно, вроде бы, может быть, и не совсем правильно, но как-то вот такое очень скользкое. У них панамарит, или, как это сказать, маленький мальчик, лет восьми, но он негр. Вернее, не негр, а он мулат. И вот там бегает такой, я сначала не присмотрелся, думаю, как так, думаю, что-то не понять, думаю, что это такое. И такой, они-то все привыкли к этому. Мальчик очень хороший, но, как бы, у него энергии, видимо, очень много, как у Уркина. И он это вызывает большую часть литургии, он берет на себя. Он постоянно бегает туда-сюда. Я батюшке-то сказал, говорю, батюшка, чего ты его там держишь-то, зачем? Ну, вот, не знаю. У нас такое поверье, у нас даже у этого правящего архиерея нашего тоже негр служит там в алтаре. Так что, вот, как-то, ну, это ничего не решает, как бы, ну, вот, все равно, не знаю, что-то какое-то такое. Ну, ладно, тут уже ничего повторять не надо. Смысл-то какой? Что он бегает, делал неправильно, сделает замещание. Ну, а дальше какие-то меры принимать его за руку и выводить. А это сразу скажут, что ты этот расист. Ну, в общем, так, ты выводи его, не разговариваешь, что скажут, уже предосхищаешь себя, чтобы... Ну, да. Как Наполеон говорил, Бонапарт, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Ты сначала сделай это, ухвати его и вытащи, и чтоб духу твоего здесь не было. Литургия не для тебя служится, для Бога. Василий Великий говорит, наведи порядок сначала. Ногами не переступайте. Как видел Иннокентий, они стоят там на снегу, там разные, якуты-то, и когда уходили, я, говорит, мог пересчитать, сколько человек было, они стоят под ними снег-то, вытаивают, ни один шагу не сделает, не перешагнет. Как, говорит, они ревно с тобой, но, говорит, один грех не мог победить блуд. У них это считается, если гость был, он должен жену ему отдать. Ну, значит, надо учить дальше. Ну, результатом всего явилось то, что батюшка оказался поминать архиерея. Не архиерея, а патриарха. Ну, это уже другой вопрос, вас это не касается. Вы про себя поминайте, да и все. Там решат за нас поминать. От этого патриарху ни холода, ни горячего, это так, все выдумки одни. Я его поминаю каждый день. А он знает про это патриарх? Пусть мне деньги платишь, и я поминаю его семь раз в день. Ну, не могут же так говорить-то, смешно было бы. А вот они не знают, как закрепить. Ну, разошлись дороги. Патриарх сделал так, не подумал, или неправильно его поняли, не надо рассуждать об этом. Время уходит. Пока мы тут рассуждаем, руками машем, а сектанты из двери к двери идут. Они свое дело делают. Они такими делами не занимаются. Я гляжу, у нас Александр Скрипко. Кто он такой? Живой он или нет там? Александр Скрипко, вы нас слышите? Да, да, я слышу, а вы не слышите меня? Плоховато, чуть поближе микрофон, если можно. Не знаю, Украина. Вы из Украины, да? Да, да, да. Ну, вот хорошая ваша тема тоже-таки. Сегодня про антихриста говорил проповедь отец Андрей Ткачев такой вот слышал интересно. Говорит, что сектантская волна как бы прошла, и сейчас будут мимикрировать подправославие. Ну, в общем, ну... О, эхо непонятно, эхо какое-то. Эхо, да, сильное. Ну, сейчас я попробую секундочку. Эхо сильно идет. Сейчас тоже, да? Да, ну, не сильно, но я могу перевести. Переведи, Сережа, что он хотел сказать? Ну, вот что говорят, что волна сектантства прошла, и сейчас будут мимикрировать под православие. Ну, а речь идет об последних временах, об антихристе. Ай-яй-яй. Сказочная сторона России. Ладно уж. Анатолий-то кто такой? Анатолий, а... Вы еще не ответили еще об богоизбранности. Как отвечать людям, которые говорят, что Бог избрал евреев, это было в Новом Завете сейчас православное богоизбранность? Да, 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 Валерий. Ответьте, пожалуйста. Но богоизбранность еврейского народа никто не отменял. Человек оказался неверен, а Бог верен. Считайте, Римлян 9-11 глава. Такие патриоты находятся. На меня выходят, и все, что сказал Златоуст против евреев, что сказал там Ефрем Сирин, ну, набирает целую десятку святых отцов. Так они о чем говорили? Убивать их? Ну, самое решительное, окончательное решение еврейского вопроса Адольф Гитлер делал. Всех в печь затолкал, и все. Ну, мы-то христиане. А они избраны. Если Аврааму Бог сказал, проклинающий тебя будет проклят, благословляющий будет благословлен. Речь шла не об Аврааме, а о всех их. Я научен тому, чтобы благословлять. А как? Чтобы они приняли Христа Спасителя, что истинный Мессия – это Он, наш Иисус, а Дева Мария рожденный, а не тот мышах, которого они примут. Богоизбранищество еврейского народа осталось в силе, а то они теперь сатаной избранные. Понимаете, это вообще бред такой. А теперь на их местах мы нигде не написано. Времена язычников. Из язычников ни один народ не выделяет. Это русские. Как индюки с сопли распускают. Убили-били их, и так не добили русских. И опять то же самое ищут. Язычники все вместе. Для них время сегодня благодатное. А далее остаток Израиля спасется. Половинка двери закроется. И поэтому будут ходить от моря и до моря искать. И не найдут Слово Божие. То есть Дух Святой будет отнят от среды удерживающей теперь, от среды мира. Дух Святой будет только с Церковью Христовой. Вот так. Кто такой Анатолий-то у нас? Сергей, вызови его. Анатолий, вы с нами? Видишь, никого нету. Анатолий Менщиков, слышите нас? У тебя как мертвой души Гоголя. Чищников написал мертвецов. Никого и нету. Ты лишних не бери, перебирай. Потому что они замыкают нормальность передачи. Он, может быть, не пришел, некогда было. А Матюшин... Он печатает, он печатает. Сейчас напишет. Может быть, у него микрофона нету. А уж на него так. У микрофона нет, это худо-то да. Может, у него голосовые связки ослабли. Может, там Дина у человека мы тут найдем. Ну как? Третьякова-то кто есть тут? Ну-ка, Сергей, вызвони. Как? Узнай там, как Акелина. Игорь или Юлия с нами? Ты что, мертвые души, Круга? Как в капне. У тебя пустые парты. Мы думаем, что перед нами аудитория, а никого и нету. Никого нету. Надежда Благодатская. Что, Благодатская тут, наверное? Ну, тоже молчит, надо же. Вот это да. Вот это да. Ты маленько-то проверяй. Никого нету, парты пустые. А ты говоришь, там, козлиная шкура только на статую надета, как Милхола надела Давиду. Вячеслав Хачев, с нами? Я всегда с вами. В церкви одна. Что-то Ильина нету сегодня. Такого уже сколько нету там. Давненько уже нету его. Ну, давайте вопросы. Какие там есть? Надежда Благодатская. Вы с нами? Отключилась вроде как. Сергей, Сергей. Святая душа. Он картинкам верит, а люди не людей не знают. Вот хотел еще спросить, Игорь Тихонович. Давай. Вот по рождению Христа. Говорят, положили младенца в ясли. А народ-то не понимает, что такое ясли. Ясли-то это что подразумевает? Кормушка для скота. Правильно, да. То есть и то, что кормушка для скота, и в этом смысле, наверное, и кормушка для нас. Христос. Ну, в хорошем смысле. Ну, если самовлечиженно, как мы молимся, и был я как скот перед тобой. Был как скот. Бессловесный такой вот, по животным и крохотями служил. Но сейчас-то мы уже не должны так говорить, как люди, которые родились выше. Мы уподобились Христу, мы стали людьми. Поэтому я не знаю, как, но у нас ясли, ребенка отдавать в ясли. До детского сада называется ясли тоже. И здесь кормушка для скота ясли. Так, Господи, Владыка Животаемая в среду вечером последний раз считается? В среду вечером, последний раз, Господи, Владыка Животаемая. Последний раз эти поклоны. Дальше уже полный настрой на страстную неделю. Вот так. Суббота на следующей неделе. Одна суббота в году такая, которая постная. Пожалуйста, еще вопросы задавайте. Игнатий Тихонович, я еще вот кое-что хочу спросить. Вот сейчас время поста, но у меня получается буквально два часа только. Ну, максимум, наверное, три часа выдержать. Но дома в Молдавии, в Кишиневе, я держала пост и очень как соблюдала. Но здесь совсем не получается. Прямо себя виню и каюсь. Но вот дети, муж, ну не дают прям. Честное слово. И вот прям выкидывать надо еду. Так много и остается. Иногда кормлю чужих. Но вот это... Ну не получается у меня. На два-три часа это тоже пост или как? Если в молитве, вот если... Ну вот эта Германия, она настолько там много мяса и много еды, и что прям беда какая-то, чума какая-то. Не знаю. Нет, это ты, Наталья, лукавишь. Это никак. 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 Если бы ты была в тюрьме и ничего не давали, кроме тебе мяса, то надеваться некуда. Протопопа ваху. Я зверояденный приложился. Это зверем задавленное нельзя есть. Но я, говорит, приложился, потому что уже 450 человек умерло от голода. Воевод Афанасий Пашков заморил их. Ну у тебя-то это не такое, чтобы не пропадало, а что душа пропадает, нужды нету. Что ты делаешь-то? Тебе нельзя не причащаться, ничего. Ты отлученная будешь. А это у вас все еще оттуда, от Рыжка идет, где вы были. Наша мама, бабушка никогда за всю жизнь этого не делала. Никогда. И не то, что они даже помыслить не могли. Я думаю, ей бы ножом рот раскрывали, она бы плевалась, все равно не взяла. Ну, я понимаю, но вот приходится готовить им, и заодно вот не знаешь, что прям делать. Ну, а что за что? Я вам объяснял, на занятия ходили. Сделала, сварила там картошку и сказал, тебе мясо надо, муж? Стой твердо, купи мясо, своей рукой положи в кастрюлю, и дальше пусть варится. А вы первый шаг уступили, а дальше еще запах хороший, попробовала, пересолила, не пересолила. Так он сразу начинает, непослушная. Да что он говорит, зачем тебе он-то? Почему ты его выше Христа ставишь-то? У тебя много разных отговорок. Феофан затворник говорит, но когда умрешь, и тебя демоны потащат в ад, вот теперь хочешь, не хочешь, пойдешь. Четыре причины есть, что люди не постятся. Феофан затворник все это объясняет. А у вас пятая причина, он даже такой причины не называет. Уже даже не расслабление, а одно лукавство сплошное. Конна Наталья, муж принуждает тебя нарушать пост, или ты сама его нарушаешь? Да, я ему сказала, я хочу детей вот научить посту, послушанию. Он говорит, ни в коем случае даже и... Мы сейчас не за детей, мы за тебя говорим. Он тебя принуждает нарушать пост? Ну да, он... Вперед, вилкой мясо в рот тебе насильно запихивает. Нет, нет, нет. Нет, да? Да, нет. Ну а в чем дело-то? Ты сама его нарушаешь? Скорее всего, да, да. Да, ты с себя начни, а потом уже за детей возьмешься. Начни с себя, потом, может быть, муж глядя на тебя, а потом и дети подтянутся. А то ты с детей начала, ты с себя начинай тогда. Мой совет такой. Да, я понимаю, но вот... Ну, калстой, я непослушная, я буду послушной, но зато нарушать пост. Зато послушная я могу. Можно и послушной, может быть, и пост соблюдать. Попросил Бога мудрости, дастся тебе. А какой пост угоден Богу? Вот есть... Славный Бог, который уже на протяжении столько веков Церковь Православная обретет. Придай пятницу, не едим человек, прорыва мясо, строгий пост. Какой пост? Пост по Библии угоден Богу. Это сектанты его придумали, что вот там... Ну, в общем, они в пику православным в этом, они не постятся, а вот в Библии... У кого это, знаете, сказано? Да, у Пророка Исаия говорит. Но это не в пику, это действительно, они говорят, а считает Писание. Наш пост, что мы не едим, это не главное, это только смирить тело. А главное, что Пророк Исаия говорит, что сектантами говорят. Но они-то и того, и другого не исполняют, они только хитрят. У меня приехал один баптист, все принял, но поехал домой, и дорогой не выдержал. Там пирожки такие, беляши продают. Он наелся их, наелся и говорит, нет, я, говорит, вернусь опять к баптистам. Я заморился, чуть не упал. Мясо один день не поел, не упал, вот и вся вера. Никакой веры-то там нету, это обман. Прикрышка. Ты посчитай, как святые постели, жития святых. Как серопин питался, как Сергий Радонежский. И как они жили. Серафим 75 лет прожил. Это все обман, обман. А что пост? А скажи, как постились отроки, когда были в плену? С царского стола ничего не брали. А это нет ничего, утроба одна несытая. И они не ели, не брали. Седрах, Мясах и Авдинага. И Даниил. И Бог дал им красоту больше, чем те, которые ели, другие плененные царские дети. Нам говорит пророк Данил об этом. Даже в раю пост был. Ото всего ешь, а дерево одно не ешь. Меню какое было. А я хочу. А разницы нет, разницы нет, тогда соблюдай. Я говорю, ты считал такое? Если соблазняется брат, то Павел говорит, вовек не буду пить вина, есть мясо. Считал, баптистом разговаривал. Ну да. Православные соблазняются, что ты ешь мясо. Ты можешь, среди православных живешь. А что я его не буду есть? То есть он не будет. Я был у адвентистов, и там у них первый раз. И они говорят, мы не едим свинину. Почему я сделал? Я сделал 30-40 лет назад. Никакого мяса в рот не брать-то. Учерба никакого нет. Здесь нет. Это обманщики. Павел говорит, не буду в рот брать. Но ради православных, которых много, то они бы верили, что вы верующие, а вы никакие, утробные, несытые звери. Ну не ешь. Не могу. Вот тогда не обманывай сам себя. Пост испытывает нас. Кто мы на самом деле? Еще вопросы, пожалуйста. Ну вот еще о посте. Пророк Исаия, 58 глава, 6-7 стихи. Вот пост, который я избрал. Я с большой буквы Бог. Двоеточие. Разреши оковы неправды, Развяжи узы ерма, И умнетенных отпусти на свободу. И расторни всякое ермо, Раздели с голодным хлеб твой, И спитающихся бедных, Веди в дом. Когда увидишь нагово, Одень его, И от единокровного твоего Не укрывайся. Ну, сегодня вот так вот Все исполнить, Это, конечно, Не предоставляется возможности. Да, я вот голодных Ногих не вижу я на улице, Чтобы, ну вот, Если вот была, допустим, На Украине, там, Вот война, Федерали, там, И вещи отправляли. Вот сегодня так вот, Таким образом это исполнилось, Там, Продукты им посылали. То есть искать, Молиться надо, О тех, В ком ты нуждаешься. Нуждаешься. Ну, и в духовной пище, Конечно, Нуждаются народ. Можно Евангелие вот раздавать, По воскресеньям хотя бы. Тоже вот, Визитки наши, С духовными материалами. Вспомните, Когда Саул приговорил к смертной казни Сына своего Анафана. Он не был, Когда война началась, А он был в другом месте Со слугой этой. И он сказал, Чтобы до вечера Никто ничего не ел. Но они врага преследовали. Он увидел, Там, Пчелы летают. Он палку туда сунул, Покрутил, И мед-то там прилип, Сотовый-то, Он его в рот. А слуга говорит, Сегодня он заклял, Царь. Он говорит, Неправильно. Народ и так ослабел. А силы больше, Мы больше побьем врагов. Вещь он стал, Вопрошает он Бога. Бог не отвечает. Кто-то согрешил. Кто? Он стал царским семейством. И жеребья пал на них. Он говорит, Кто? Он говорит, Ян. Он говорит, Ты должен умереть. А через него победа была. И весь народ восстал. Не отдадим Янафана. Он не должен умереть. Это герой. И Иоанн Златоуз говорит, Тот клятву дал. Это одна петля дьявола. Дьявол кинул. Теперь вторая петля. Понимаете как? И народ поклялся, Не отдадим. Вторая петля. А потом погибнут все. Не надо клятвы давать, Надо исполнять, Что есть. Православные посты Установлены для пользы нам. Он выгоден во всех отношениях. Какие люди были здоровые, Крепкие. Православные люди мало еще знали, Но посты соблюдали большинство. А что там было? Редька там, Хрен, Квас, Хлеб. Петров-то пост. Там вообще ничего нету уже. Ни мяса, ничего нету. Это все обман. Самообман. Ну все, Сережа, Заканчиваем. Молимся. Слушаю, Матерь Бога Наша. Чистейшую Херюмин, И славнейшую Бессравнение Всероким, Безинственная Богослово Рожжую, Сушью, Богородицу Отечественное отечество. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь.